Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас на канале снова квест. Правда, не простой квест, а непосредственное продолжение игрушки, которую мы с вами прошли пару месяцев назад. Называлась она Эдной Харви Взрыв Мозга. Это же непосредственно её продолжение, которое вышло спустя несколько лет и в которое я хотел давным-давно поиграть. Просто всё никак не получалось. Игра давно у меня уже установлена и просто ожидала своего времени. И вот это время пришло. Мы снова окунёмся в этот сумасшедший и жестокий мир, несмотря на приятные и красочные рисунки, и узнаем судьбу Эдны, которая в прошлой серии, как вы помните, поддалась влиянию кролика, и поэтому у неё возникли в жизни некоторые проблемы. Что же случилось с нашими героями дальше, мы узнаем уже совсем скоро. Давайте начинать прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие любители квестов. Вирус, который мы установили на вашей компьютере, сообщил мне, что сегодня перед экранами сидит много детей. Поэтому я воздержусь от той истории, которую я подготовил для вас. Разумеется, мне очень жаль, это была такая хорошая история. Со зрелищными взрывами, огромным роботом-опоссумом, но также с нецензурными высказываниями и порядочным количеством насилия. В истории, которую я расскажу вам, немного другая атмосфера. Она о Лиле, самой добродетельной девочке во всём мире. И она начинается во дворе небольшой тихой монастырской школы. Недалеко от того места, где огромный робот-опоссум высасывает мозги невинных прохожих прямо через глазницы. Но хватит об этом. Сегодня чудный солнечный денёк. Лиле убирает листья во дворе, напевая весёлую песенку. Это я озвучивать, пожалуй, не буду. У Лиле получается это лучше. Лиле, сколько раз я тебе говорила не петь во время работы? Ты же прекрасно знаешь, как я ненавижу весёлых детей. Эти дети сводят меня с ума. И не свисти, да? Нет, всё спокойно. Глава первая. Монастырская школа. Я не могу понять, при чём здесь эта девочка? Ну, а вот и, собственно, главная героиня. Это же Эдна, правильно? А, вот ты где. Карга снова заставила тебя убирать листья? Ага. Как скучно. И к тому же бесполезно. Листья всё равно возвращаются на тропинку. Лучше пойдём со мной. Я сейчас занимаюсь поисками клада, знаешь ли. Ну, тебе решать. Приходи к дереву с качелями потом, когда закончишь тут. Кажется, я нашла что-то в клумбе возле дерева. До скорого, пока. Пока не пойму, мы не за это играем, нет? Ну, на Аватарке, конечно, было... Нет, да. В последнее время участили случаи неверного обращения с компьютерными играми. Для того, чтобы минимизировать рейс травм, мы рекомендуем строго придерживаться следующих правил безопасности. Хочешь пройти обучение? Конечно, хочу. Тебе пришло в голову пройти обучение. Очень умно с твоей стороны, и благодаря твоей внимательности ты знаешь, что все эти листья в саду школы нужно сгрести граблями. Лили уже взяла грабли, соответственно, курсор мыши принял форму граблей. Чтобы найти места, где лили нужно убрать листья, просто нажми клавишу пробел. Почему бы не попробовать прямо сейчас? Ну что, радует одно, что игра усовременена уже достаточно, и разрешение экрана достаточно приятное. Не то, что как в прошлой игре, в которой нам приходилось заклеивать черные полосы по сторонам. Так, что? Что? А, грабли у меня есть в листьях, ну давай. Посмотрим, как тут еще инвентарь работает, потому что в первой части было сложновато. Не понял? А, пробел надо нажать, понял? О, ты только посмотри, красные глазки указывают на активные предметы. Похоже, тут есть три кучки листьев, которые Лили должна убрать. Просто на виде курсор на одну из кучек, пока не увидишь ее название. Теперь щелкни левой кнопкой мыши, но будь осторожнее. Никто не застраховывает от несчастных случаев. Какая заботливая игра, посмотрите, нас... Нас так оберегают, чтобы мы чего-нибудь не сделали. Ну давай, попробуем. Ёшки-матрёшки, тебе удалось сделать первый шаг, никого не покалечив. Но твоя работа еще не закончена. Выполнишь задание матери-настоятельности, это ведь совсем несложно, да? Ну да, несложно. А куда их надо? Убрать эти листья. Да, да. Со стороны в сторону, ну... А, смотрите, каменные плиты появились. Эдна же сказала, что это бессмысленное дело, и листья рано или поздно все равно возвращаются. Каким образом, никто не знает. Может быть, Эдна сама разбрасывает их по ночам. Что она здесь делает, Эдна? Скажите, пожалуйста. Она же у нас в стихушке была в прошлой части. А дальше что делать? Ну, по-моему, чисто. А, теперь туда-сюда, что ли, гонять? А что такое каменные плиты? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ты даже убрать листья не можешь. Неважно. У меня для тебя еще два дела. Надо снова вспахать клумбы на заднем дворе. Ты справишься с этим? Ага. Сомневаюсь, но посмотрим. И раз уж ты будешь на заднем дворе на дереве с качелями, завелись термиты. Придумай, как избавиться от этих ублюдков навсегда. Повторю еще раз, для самых тупых. То есть для меня, Лили. Первое. Перекопай клумбы. Второе. Избавься от термитов на дереве с качелями. Ты пожалеешь, если не сделаешь все как следует. Лили закончила убирать листья. Она уже не держит грабли в руках. Но они все еще у нее. Если ты захочешь использовать их снова, то найдешь их в инвентаре Лили. Наведи курсор мыши на нижнюю правую границу экрана, чтобы открыть инвентарь. Смотри, только не повреди пальцы. Ампутации там только не хватало. Хорошо, я постараюсь. Так, инвентарь здесь, как и в первой части, снизу, но надеюсь, он намного проще работает. Хорошо, щелкни левой кнопкой мыши по значку граблей, чтобы взять их. Теперь ты можешь использовать грабли с другими объектами и даже с предметами в инвентаре. Когда грабли станут тебе не нужны, щелкни правой кнопкой мыши, чтобы аккуратно свернуть грабли в инвентарь. Так, там, я помню, в первой части ужас вообще был, чтобы взаимодействовать и смотреть. Сейчас, смотри, там какая-то целая серия кнопок нужно было нажимать. Здесь же, по-моему, все элементарно, как в современных квестах. Наконец-то! Квест мечты, может быть, получится. Там у нас были трудности именно из-за управления. Теперь их нет. А зачем нам грабли? Не знаю. Все, я их убрал. Теперь, когда Лили справилась с первым заданием, пора познакомиться с основной механикой игры. Щелкни левой кнопкой мыши, чтобы отправить Лили в нужную точку экрана. Когда Лили может покинуть экран, курсор поднимает форму стрелки. Сначала отправляйся за Эдной на задний двор. Выход ты найдешь у правой границы экрана. Осторожнее, стрелка острая. Да, здесь с юморком все сделано. Это мне нравится. Даже обучение. Нет занудного обучения, все продумано. На задний двор, но, как обычно, в квестах. Когда работаешь в саду, будь на чеку. Курсор меняет форму, когда Лили может взаимодействовать с предметом. Большинство предметов можно осмотреть. В этом случае на курсоре появится значок глаза. Щелкни правой кнопкой мыши, чтобы осмотреть предмет. Почему бы тебе не попробовать на бочке компост? Это вот это, да? Дворовые отходы Ленива подгнивали в бочке для компоста. Рай для личинок и пауков. Лили не могла насмотреться на их удивительную активность. И... Ты можешь взаимодействовать с множеством предметов. Когда предмет можно использовать, соответствующий символ появляется на левой половинке курсора. Например, предложили Лили покачаться на качелях. Хотя, может, это не такая уж и хорошая идея. Ну да, сухое дерево, которое вот-вот упадет и которое поджирают термиты, висит над обрывом. И здесь качелька. Хорошее место для самоубийц. Ну давайте попробуем. Качели. Качели гостеприимно болтались над пропастью, привязанные к дереву с термитами. Я ж об этом и говорю. Ну давай попробуем. Лили с радостью покачалась бы на абсолютно безопасных качелях. У-у-у. Поэтому она тут же забралась на зараженное термитами дерева. У-у-у. По крайней мере, она могла бы это сделать. Но, видимо, предпочла рискнуть и получить сбучку после того, как игрок выключит игру. К счастью, все обошлось. Помимо руки, которая обозначает использовать взятель, съесть и выпить, на курсоре может появиться диалоговый пузырь, обозначающий разговор. Компьютер автоматически выберет нужное действие, так что Лили не сунет руку в улей и не станет есть гвозди. Ну и раз уж ты тут, поговори с подругой Лили Эдной. Она будет очень рада. Это хорошо. По-моему, этот... Как-то имел... Голос за кадром пытается убить Лили. Вам не кажется? Мне кажется. Привет, Эдна. Эдна была лучшей подругой Лили. Она всегда знала, как развеселить Лили. Например, сломав тормоза на велосипеде почтальона. Старая добрая Эдна. Самое интересное, что все здесь делает Лили наша. Все остальные, я не знаю, чем она занимается. Хотя нам надо, по-моему, эту клубу вскопать, да? Может, Эдна уже это сделала? Эй, Лили, ты уже закончил со своими дурацким заданием? Ага. Очень хорошо. Значит, у тебя теперь есть время искать со мной клад? Нету. Что? Тебе поручили еще что-то? Ага. Так нечестно. Но, может, ты все равно найдешь способ помочь мне. Будет здорово. Лили может говорить на разные темы. Они показаны картинками внизу экрана. Если ты наведешь курсор на картинку, ты увидишь описание этой темы. Ты можешь в любое время закончить диалог, щелкнув по красному крестику. Сначала выбери тему «Задание матери-настоятельниц». Сначала выбери тему «Мать-настоятельница» и «Задание матери-настоятельницы». Ну, давайте про «Мать-настоятельница» сначала спросим. «Мать-настоятельница» снова плохое настроение? Ага. Не сложно догадаться. Помню, у нее было хорошее настроение, когда все заболели свинкой. Я ни разу не слышал, чтобы она так смеялась. Нет, давай ей бесить себя, ладно? Хорошо. Что за клад? А это что за... Знак восклицания. Это, наверное, задание. Ну да, это и есть задание. Квест. Поиски сокровищ. Ты наверняка хочешь узнать, как проходят поиски клада, да? Ну, честно говоря, не очень-то. Земля слишком твердая. Вряд ли я смогу найти тут что-то без лопаты. Но у меня зато и уже есть куча классной грязи под ногтями, и я даже случайно проглотила личинку. Небольшое тишень от Матери Природы. Ну, такое чувство, как будто это предыстория жизни Эдны. Как-то все спокойно. И там вообще ад был в конце прошлой серии. Здесь она как-то живет в монастырской школе, получается, да? И хорошо себя чувствует. Как она сюда попала? Надеюсь, нам расскажут, как все прошло-то после финала игры. Мы, кстати, две концовки в прошлый раз сделали. Хорошую и плохую. Ладно, задание Матери Настоятельницы. Что ты должна сделать для Матери Настоятельницы теперь? И не говори, что тебе снова надо сковылить ее бородавки пенсий. Я все еще нахожу крошки у нашей спальни с прошлого раза. Фу. Иногда Лили может развить тему. В данном случае она поговорит о двух заданиях. Ты можешь щелкнуть по стрелке назад, чтобы вернуться к предыдущим темам диалога. Верни сначала диалога и щелкни по красному крестику, чтобы завершить обучение. Ну, или можешь еще поболтать с Эдной. Мне все равно, больше нечему тебе научить приятные игры. Ничего себе. Ну, все, в принципе, все то, что мы знали. Ничего нового, никаких механик новых не появилось. Термиты? Она сказала тебе избавиться от термитов на дереве, да? Угу. Это был вопрос времени. Она вообще понимает, как сложно их всех собрать? Я даже влезла в музей пожарных, чтобы раздобыть больших красных термитов. И сколько я мучилась, чтобы научить их трюкам. Они могут станцевать полонез или выложить дорожку. Я даже не хотела научить их ча-ча-ча. Ох, ну что же делать, может просто переселишь их вместе от того, чтобы выжигать, или что ты собираешься с ними делать? Я бы тебе помогла, но у меня кончился джем. А где взять джем? Ты все еще волнуешься из-за термитов? Я бы с радостью помогла. Но, к сожалению, у меня закончился джем, чтобы переманить малюток куда-то еще. Но когда мы найдем клад, мы сможем купить себе целую фабрику джема. Или еще лучше пасеку. По-моему, мед гораздо круче, чем джем. Он лучше прилипает к подошвам. И будь у нас пасека, мы могли бы дрессировать пчел. Может, у моего проекта «Форточка для Великой Китайской Стены» все еще есть шанс? Хорошо. В общем, убивать их нельзя, выжигать нельзя. Нужно найти джем, либо мед. Спахать клумбы. Погоди, тут особо сложный участок. Ох, какая досада. Я стерла все свои мозоли, а я так долго их отращивала. Эту клумбу и правда стоит перекопать. Только не говори, что именно эта мать-настоятельница тебе велела сделать. Но это же отлично. Значит, ты все-таки поможешь мне выкопать клад. У тебя даже нет выбора, тебе вроде как сам Бог велел это сделать. Ну, все еще нужна лопата. Ну, все хорошо, а где ее взять? Лопата, Лили, лопата. Мы ни за что не выкопаем клад без лопаты. Я тоже не знаю, где нам взять лопату. Думаю, они хранятся в подвале. Нужно только найти способ проникнуть в подвал. Нет. Когда-нибудь тебе надо будет этому научить. Но сначала займись лопатой. Сейчас это главное. Все. Все. По крайней мере, нам рассказали, что нам нужно. В общем, ищем что-то сладкое. Ищем лопату. Подвал мы с вами видели. Подвал очень сильно, кстати, напоминает подвал дома Эдны. Помните? В доме Эдны не такой же был подвальчик. Такой же вход. И такие же, по-моему, окна. Но нам надо... Нам надо... Ну, давайте в окно залезем. Ну, я думаю, это не выйдет, потому что здесь замок. Ух ты. Подвал. Ну, теперь тыкаем на все предметы. Кисть. На полке прямо под окном лежала кисть. Лили нужно было лишь протянуть руку. Так, кое-что у нас уже есть. Да, у нас есть. Еще и клубок, кстати, есть. А зачем он нам нужен? Тем временем Лилина собирала много сокровищ. Но ни одно сокровище не было так важно для нее, как дружба с Эдны. Так, грабли. Лили начала стих о зубцах граблей. Но она не могла найти рифму к детской коже. Маниакальный ее у нас рассказчик. Ведет плавно, видите, без жестокости и насилия. Но... Но я думаю, все впереди. Это же Эдна и Харви. Отбойный молоток. Лили знала, что этот прибор назывался отбойный молоток. Но она не знала, кого и зачем им нужно отбивать. Идея была хороша, но у Лили была слишком короткая рука, скажем так. Что еще мы тут имеем? Печь. Там тоже, кстати, помните, была печь? Только лестница здесь еще была. Идея была хороша, но у Лили были слишком короткие руки, понятно. О, лопата. Я ее не заметил. Идея была хороша, но у Лили были слишком короткие руки, консервы. Подождите, а что печка такое? А ничего. Лопата. Именно то, что нужно было Лили. Но она ни за что не достанет ее отсюда. Переваренная трава, крыса, голубь. Такие консервы? Лили решила, что эти консервы были для столовой. Здорово. Ладно, нам не сюда еще. Надо пробовать как-то открывать эту фигню. Тут еще кран какой-то, да? В описании нет никаких. Как жаль, в кране не было воды. Что-то я уже сотворил. Ладно. Опа, что-то взял, шланг взял. Куда его? Садовый шланг. Куда же вел этот шланг? Куда воду куда-то вел? Ладно, давайте поэтапно. Нам сказали проникнуть сначала в подвал. Подвальная дверь открывалась соответствующим ключом. КОЛОДЦУМ. КОЛОДЦУМ. Опа. Так, я уже вижу мед. А также вижу еще одного молодого человека. Его зовут Фриман. А это что, садовый шланг? Да, его можно брать в руку. Ладно, давайте с ним сначала познакомимся. Одноклассник Лили Фриман перегнулся через край колодц. Если бы он нагнулся еще чуть-чуть, он бы упал. Прямо как в любимой книжке Лили. О, Лили. Мне показалось, что кто-то тут есть. Не лезь ко мне, я занят. Ээээ, что в колодце? Я же сказал оставить меня в покое. Я пытаюсь концентрироваться, ясно? Там что-то есть на дне колодца. Что-то сверкает. О, надеюсь, это ключ от подвала. О, это будет какая-то гамбо. Гамбо? Да я угадаю. Ты не знаешь, что такое... Гамбо? Лили, ты безнадежно тупая. Крутые ребята вроде меня говорят, это вообще гамбо. Или ты гамбо. Но ты вообще скучная, конечно. Ни разу не гамбо. Ладно, сам такой. Зачем ключ от подвала? Правда, Лили, хватит уже болтать. Есть ли, конечно, у тебя нет идей, как доставить ключ от подвала. Только подумай, сколько всего можно с ним сделать. Я слышал, там внизу хранятся крутые штуки. Не хлам вроде всяких там лопат и щеток. Я говорю про настоящие сокровища. Какие ж там сокровища. Можешь болтать, сколько хочешь. Мое время сосредоточено на ключе от подвала. Там, на дне колодца. Внимание, я слышал, как там внизу хранятся крутые штуки. Понятно. Но правила школы? Ты хочешь прочесть мне очередную лекцию о законе и порядке в школе? Мне так интересно. Ладно. Нельзя в колодец. Нельзя. Что еще? Не видишь, что я занят с колодцем? Или твоя любимая мать-настоятельница и это запретила? Ага. Неужели? Это еще раз доказывает такие тупые правила взрослых. Колодец глубокий. Что-то еще здесь? Не подкрадывайся. Я чуть не свалился в колодец от страха. О, как мило. Ты что, беспокоишься обо мне теперь? Не волнуйся, я не тупой, я не собираюсь лезть в колодец. Но не потому, что мать-настоятельница запретила, а потому, что это слишком опасно. Хотя... Колодец слишком опасный. Я знаю, что мать-настоятельница не разрешает нам залезать в колодец. К чему это все? Меня это не волнует. Наоборот, это даже стимул. Я сделаю все, чтобы не стать конформистским маленьким роботом, как ты. Ну да, Лили выполняет все, в принципе, приказания матери-настоятельницы, она еще на нее орет. Залезь в колодец. Я сказал, проваливай. Не твое дело, чем я тут занят. Ну ладно. Нельзя в подвал. Нам нельзя в подвал. Черт, Лили, у нас сломанная пластинка. Нам нельзя то, нам нельзя это. Не пей моторное масло, не играй с розетками. Ты знаешь, как испортить все веселье. Неудивительно, что тебя никто не любит. Залезь в колодец. Ну и... Ну, в общем, фиг с тобой. Задание мать-настоятельницы. Тебе в праздник нечем заняться? Ты наверняка должна что-нибудь сделать для матери-настоятельницы. Так я и знал. Ты просто неудачница, потому что тебе вечно дают задания. Что на этот раз? Тебе снова надо сортировать удобрения по алфавиту? Или выдергивать волосы у нее из спины? Нет, на этот раз мне надо термитов убрать с дерева. Не говори. Ты должна избавиться от термитов на дереве с качелями. Ну, удачи. Это лакричное дерево. А термиты просто обожают все сладкое. Ну, я уже понял. Ты ни за что их не прогонишь. Мне нужен мед, который здесь. Сейчас будем его сбивать. А ты берегись, дружище. Спахать клумбы? Да угадаю. Тебе еще надо и клумбы перекопать, да? Ха, ну, удачи тебе тогда. Это займет вечность твоими девчоничьими руками. Не думай, что я доложу тебе лопату, когда попаду в подвал. Если только ты не поможешь мне с ключом на дне колодца. Не помогу. Так я и думал. Потому что это запрещено, да? Ну, ты даешь, Лили. Ты такая тупая. Странно, что тебя с деревом не путают. Ох, зря ты, зря ты, зря. А, зря ты, зря ты, зря на нас наговариваешь. Сейчас мы тебя будем... А, в монастырскую школу еще можно сходить. Еще что-нибудь есть здесь? Кроме шланга. Давай посмотрим на пчел. Лили нравились пчелы. Они так приятно жужжали, они вечно были заняты сбором меда. А если присмотреться хорошенько, можно было увидеть, как весело их жало сверкают на солнце. И... И... Вот этим. Опа! Найди себе другое место для игр. Нет. Как мило. Похоже, Фремен волновался за Лили. Да, чуть-чуть не вышло. Ну ладно, значит, надо что-то с ним сначала сделать, а потом все остальное. Может, клубком бросить? Эй, отвали. Найди себе другое место для игр. Ладно. Вот это еще. Даже если мать настоятельства в нее не верила, Лили знала, как пользоваться садовым шлангом. Совсем не так. Понятно. Короче, нам нужна вода. Эй, отвали. Найди себе другое место. Как мило. Ладно, 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 ладно. Пошли. Нам надо как-то запустить воду, и тогда Фремен отсюда уйдет. Он что, упал? Он упал и без воды, что ли? О, дружище. Помогите. Когда Лили вернулась с колодца, Фремена не было. Так я теперь могу взять мед. Эм, Фремен? Лили, помоги мне. Лили услышала странные звуки с одной колодцем. Но она была хорошей девочкой и знала, что ей не положено играть возле колодца. Как и Фремен, она ведь сама ему об этом сказала. Куда он подевался? Лили? Монастырскую... Давайте еще в монастырскую школу сходим. Лили нельзя было возвращаться в школу, пока она не закончит работу в саду. Осталось надеяться, что ливня не будет. А, понятно. То есть мы закрыты на этой локации. Пока не придумаем, как попасть в подвал и выполнить задание, мы двигаться дальше не можем. Ну давайте, теперь он нам не мешает. Просто собьем улей и возьмем мед, да? Ну да, все. Ё-моё. А, и что происходит? Лили, нет, отойди. Отойди, у меня аллергия. О нет, неуклюжая лили уронила улей прямо в колодец. Пчелам это тоже не слишком понравилось. Их жужжание звучало иначе, чем обычно. Так как нам теперь достать улей? Это было не слишком эффективно, но Лили все равно чувствовала, что стала ближе к цели. Но шланг лежит в шланг туда, что ли, забросить. Давайте попробуем, как веревку. Хватайся, дурень. Ну? Лили, помоги! Лили услышала странные звуки со дна колодца. Но она была хорошей девочкой и знала, что не положено играть возле колодца. Как и Фриману. Ну ладно, ладно, так что. А теперь давайте вынимем. А, вынять уже нельзя. Все, мы сделали правильное действие. Беревка нам не поможет, тоже она не активна. Значит, идем. Что-то надо делать с этим шлангом. Так, подождите, мед же упал. А что это такое? Темпер... Градусник, градусник. Минус 30 и плюс 50. Так, подвал я не открою. Ключ внизу. Его там сожрали пчелы. Или покусали, по крайней мере. Как запустить воду? Сюда добавить. Ну не на градусник же. Не в подвал же, правильно? Не привязать к замку. Хотя, может и быть. Подвальная дверь открывается соответствующим ключом. Понятно. Сюда. А, о! Тут есть садовый шланг. Еще, а, ну, может мы этот отключим и подключим сюда? Так воды все равно уж нет. Еще и куст какой-то. Куда же вел этот шланг? Вот, вот тут что-то зарытое у нас с вами. Эээээээ... Давайте поможем. Предназначение шланга оставалось загадкой. Ладно. А куст? Лили была взволнована. Куда же вел этот шланг? Какой сюрприз! Шланг вел к... Штуке. Это насос, походу. Насос, да. Да, это насос, насос. И... Включаем. Опа! Лили, выключил немедленно. Подождите. Он закачивает сюда воду. А! Ну да. Если тут нет воды, значит выключен насос. Правильно? Правильно. Да. Отсюда с озера идет он насос. А через насос подается в кран. Значит нам это надо сюда подсоединить. И все у нас будет окей. Кто? Так а как я включу, если мать настоятельница на меня орет? Давайте попробуем. Лили, выключи его немедленно. Лили, выключи его немедленно. Не понял. А вода теперь пошла? Нет. Ранее не было воды. Хм. Странно. Так а что же делать-то? Ну тут все тихо. Тут без меда сюда можно не ходить, а сюда без лопаты можно не ходить. Можно спросить у Эдны, конечно. Эй, Лили, что нового? Понятно. Короче, Эдна здесь, я так понимаю, второстепенный персонаж, да? Дерево, москиты. Москиты, термиты. Так а как мне бабку-то отогнать-то, а? Ну вода пошла, я так понимаю, да? Или куда она пошла? Кран открыл я, по-моему. Должна была пойти. Тут ни черта не работает, странно. Как запустить насос? Я не знаю. Ты живой там? Лили, помоги. Понятно, он живой. Как же тебе помочь-то, если я не могу запустить воду? Подожди, насос. На задний двор. Я что-то не догнал здесь? В кране не было воды. Так почему же ее нет? Может насос его подключить? Блин, ну реально. Реально. Правильно все. Я думал, он в кран подается, чтобы везде вода была. На самом деле, теперь вода пойдет в колодец. Все, вопросов нет. Ты что, совсем сошла? С ума сошла. Выключи его немедленно. Но разве я не сказала, что тебе нужно делать? Я просто проверить не могу, что ты постоянно находишь способ меня разочаровать. Слышишь, бабка, я тут, по-моему, Лили только одно... Лили не понимала, что она сделала не так. Только Лили, по-моему, все и делает здесь. Все остальные занимаются ерундой какой-то. Один в колодец закупается, а вторая клумбу руками копает. Но больше никого не видел. Давайте сюда заглянем еще на всякий пожарный. Тут ничего не добавилось. Печка только. Ну ладно. Все, шланг пошел. В смысле, вода пошла по шлангу. Сейчас посмотрим, что он... Так мы утопили того парня, получается? Нет, не утопили. Он покусанный без одного глаза, но все-таки... Нет, глаз есть, он просто красный. У него, видимо, пчела укусила. Он все-таки вылез и держит в руке то, что нам нужно. Привет. Да, Приман был слегка не в духе. Но он выглядел так забавно с этими красными точками и пятнами меда, вряд ли он будет долго сердиться. Так, ну давайте я с ним поговорим. Ключ у него в руках, он нам нужен. Эээ, а, Лили, большое спасибо за твою помощь. Ты прекрасно справилась. Если я когда-нибудь смогу помочь тебе... О, ты хочешь ключ от подвала? Ну конечно. Нет. О чем ты вообще думаешь? Я оказался в колодце из-за тебя. Ты виновата, что я свалился. Но вместо того, чтобы помочь мне, ты скинула улей мне на голову. И чуть не утопила меня. Посмотри на меня. Я весь мокрый, покусан пчелами с головы до ног. И покрыт медом. Да все думают, что ты милая и безобидная. Но на самом деле ты ходячая катастрофа. Можешь забыть о ключе. И держись от меня подальше. По-моему, он злой. Давайте его бабахнем грабельками. Что ты делаешь, Лили? Ты хочешь меня еще и уколоть? Черт, как я тебя ненавижу. Лили отвлеклась на секунду. Но Фриман явно не хотел брать ей вещи на случай с Эннией самой понадобится. Он был таким хорошим другом. Да, так, кисть. А, мед выплыл. Мед выплыл, мед сверху. Тут больше взять нечего. Лили гордилась собой. Она нашла способ достать пулей. И пчелы, похоже, были в порядке. Все довольны были в этой истории. Пулей. Лили подумала о том, чтобы взять мед голыми руками. Но вспомнила, как ее отругали в столовой из-за этого. Ей нужен был план получше. Ну, кисточкой, что ли? Больше предметов нет просто. Ну и... Детям никогда не давали сладкого в столовой. И что нам с ним делать? Намазать его, что ли? А как нам заставить? Так и вы так уже пчелы покусали. А, нам с термитом, я же, надо же договориться. Пойти к термитам вот это, что ли, дать? Ну, пошли дадим. Опа. Что-то с тебя выпало. А, это... Это... Я думал, ты... Лили, думал, тебе куда-то надо. А у тебя просто мед капает. Так, а что у меня... Что он капает тут везде? Не знаю. Парень, а хочешь меда? О, на мне что, недостаточно меда? Хочешь еще добавить? Черт, как же я тебя ненавижу. Риман хотел забирать вещи, или он был таким хорошим другом. Ладно, пошли к термитам. Да, капает, смотрите, по всему этому. Нет. А, все равно капает, смотрите, даже если у меня в руках его нет. Просто капает мед. И? Мне надо тропинку для них сделать, да? Ну, походу, да. А, ну, пошли посмотрим. Тропинка получается. А как мне их на тропинку набросать? Да, смотрите, дорожка появилась. Я столько не капал. Она сама вырисовывается. Парень, у тебя аллергии на термитов нет? Ох, смотрите, весь двор уже в меде. Ха-ха-ха. Круто. Держись, парень. Если есть аллергия, советую сходить к медсестре и уколоть себе что-нибудь. Потому что сейчас, походу, термиты пойдут к тебе. Ты у нас сладкий парень. Так. Ну, тут, по-моему, больше не капает. Ладно, давай берем. Сейчас помажем термитов. Или как-то их надо пересадить сюда. А ну. Термиты явно заинтересовались медом. Чтобы выманить их, нужно было лишь найти место для меда. Дерево. Лили с радостью показала бы дерево себе свои ценные вещи, но оно еще... Ее даже не слышало. Ну что ж, Лили. К этому привыкла. Бочка с компостом. Бочка с компостом была идеальным местом для термитов. Лили сразу принялась за дело. О! Заработала. А там сердце появилось, смотри. Эдна и Лили написаны. Пока что план работал четко. Может, даже слишком четко. Термиты поползли по следам разлитого меда во двор школы. Нет. Не надо прочь. А тут это не доносили странные звуки. Наверное, это термиты праздновали новоселье. Я же тебя предупреждал. Сходи к медсестре. Так, что тут совсем? Посвящение. Похоже, Эдна оставила тут надпись. Лили была тронута. Эдна была лучшей подругой Лили. Посвящение. Ну, у меня тут ничего особо и нет-то. Что это за посвящение? Эй, Лили, что нового? Есть вариант. Вижу, ты нашла мою насечку. Здорово вышло, правда? Самое классное, что мне почти не пришлось ничего делать. Я просто нарисовала узор на дереве остатками джема с завтрака. А термиты сделали все остальное. Эти милахи любят все сладкое. Эдна и Лили, лучшие подруги. Лили, тебя хоть не используют? Эдна еще та подруга. Помните? Ну, кто смотрел первую часть, я думаю. Выводы сделает. Но, может, она не справилась. Кто ее знает. Ладно, пошли посмотрим, как там парень. Наверное, распух вообще. А это что за фигня? Фриман ушел насовсем. Ну, по крайней мере, термиты нашли новый дом на лавке. И как будто бы это был недостаточный повод для радости, к ним присоединился один из веселых гномов, которых... которых видела только Лили. Это ребра. Это ребра. Короче, его сожрали живьем. А что делает гном, я не знаю. Зачем он его красит? Зачем ты его красит? А с гномом нельзя поговорить. Смотрите. Он неактивный. Короче, все, конец парню. Офигеть, мы убили его. Ну, не мыли Лили-то ни при чем. Смотрите, разве она может убить человека? Ну, смотрите. Сам ангел, крыльев только не хватает. Да, здесь будет много чернухи. А, ключ, ключ, ключ вижу, дайте взять. Фриман оставил Лили ключ от подвала. Как мило. Термиты просто не едят железо. Есть. Фриман оставил ключ от подвала, как мило. Все здесь взять, больше них термиты. Похоже, термиты нашли новый дом. И один из гномов, который Лили видела иногда, разрисовывал его яркими красками. Жаль, что Фримана тут больше не было. Ему бы это понравилось. Да нет, по-моему, он все еще с нами. Может, даже слышит. Но мы лучше отсюда уйдем, а то еще... Психушку закроет или куда-то еще похуже. Так, у меня есть ключ. У меня есть ключ, и мы входим в подвал. Нет, мы берем ключ и входим в подвал. Мать-настоятельница настрого запретила детям играть в подвале. С другой стороны, у Лили было неоконченное задание. Мы вошли. Так, ну давайте по порядку. Консервы. Лили отлично ладила с поварихой Дорис. Поэтому она знала, что Дорис начнет кидаться ножами, если кто-то похозяйничает ее кладовой. Ага, ну ладно, не будем тогда трогать ее консервы. Отбойный молоток. Лили знала, что этот прибор назывался отбойный молоток, но не знала, что он отбивает, да? Так, лопата. Лопата. Да бери ты его уже, ее уже. Есть, лопата у нас. Печка. О, годится. Печка была черной и пустой. Прямо как зеркало, которое являлось Лили во снах. И? Нам еще она понадобится, да, для чего-то? Закрыть? А, могу и закрыть. Могу и закрыть. Путь будет закрыт. Ладно, лопата у нас есть, термитов прогнали, сейчас клумбу вскопаем. В принципе, мы выполнили все квесты на стоятельницу. А термиты продолжают идти в новый дом. Ну, пусть идут, мешать им не будем. Так, у меня есть лопата. Молоток же тебе не нужен. О, ты нашла лопату. О, Лили, ты лучше всех. Давай не будем терять время, выкопаем клад. Да не самое лучшее место здесь копать. И вот, Энн и Лили начали бы капать то, что они считали сундуком сокровищами. Нашли лиги копать? Вот это сундук сокровища. Похоже, что когда-то он принадлежал космическим пиратам. Ну и что? Это были космические пираты Второй мировой войны. Какая разница? Самое главное, что они оставили нам свои сокровища. Давай откроем его. Я так взволнована. Что это за космический? Авиабомба. Еще и на обрыве, прикиньте. Ну, психи. Ну, как обычно. Эдна, может не надо? Открой его, я так взволнована. Так сама открой. Настоящий сундук с сокровищами. Было сложно сказать, но у Лили просто не было слов. Ну, давай попробуем. Это не сработает. Еще одно доказательство того, что грубая сила вовсе не заслуживает такой дурной репутации. А вот без этого мы точно не продвинемся. Я не знаю, лучше этого не делать. Давайте попробуем клубком. Давай гравли попробуем подключить. Это не сработает. Нам нужен инструмент, у которого большой уф. Ну все, нам конец, ребята. Это было... Блин, это случайно нажал. Ну все, аминь. Отлично! У этой штуки достаточно уф, чтобы открыть сундук с сокровищами. Дай уничтожить школу. Что ты ждешь? Ты не знаешь, каким пользоваться? Нет? О, не волнуйся, мы найдем что-нибудь другое. Фух, пронесло. Что, лопатой, что ли? Ну, не клубком же. О, сработало. Как все просто. Ура, получилось. И что это вообще такое? Не знаю. У этих пиратов была очень невеселая жизнь, если это их самое ценное сокровище. Ну, по крайней мере, у нас есть отличный сундук. И у меня уже есть шикарная идея, что с ним сделать. Мы закопаем свое сокровище здесь. У тебя есть что-нибудь с собой? Нету. Что ты дала? Клубок с уроковышивания? Отлично. Клубок нашей дружбы. Нить, которая связывает нас вместе, так сказать. Давай положим его сюда. Теперь нам нужно просто закопать сундук и... Лили, куда опять подевалась эта негодница? Лили! Это мать-настоятельница. Что теперь ей нужно? Надо проверить. Пока она не взорвалась. Нужно быть осторожным. Опа. Уже внутри. Ну, сколько вас можно ждать? Все, наконец, тут... Примана нет, мать-настоятельница. Этого можно было ожидать. Его сидят эрмиты. Ваше непослушание достигло предела, и я не собираюсь больше его терпеть. С этого момента все игры на территории школы запрещены. Десерт отменяется на неопределенный срок, а спать вы будете ложиться на час раньше. И на случай, если что-то там, эти меры приняты из-за поведения одного единственного ученика. Все вам интересно. Я настолько отчаялась, что решила призывать на помощь эксперта. Он призванный психолог, который восстановит дисциплинный порядок в этой школе. Проверка будет проведена сегодня вечером. Доктор выбьет из вас дурь раз и навсегда. И я могу гарантировать, вам это точно не понравится. Психологическая проверка? О, Лили, это наверняка из-за меня. Мне срочно нужен план. Встретимся в комнате, мне нужна твоя помощь. Эдна знает, что такое психологическая проверка. Она в психушке провела. Много времени у вас есть остаток дня на то, чтобы подумать о своем поведении. И только попробуйте потратить это время на хулиганство. И, Лили, жду тебя в своем кабинете. Опа, я очень разочарована в тебе, Лили. Что это? Ты хоть что-нибудь можешь сказать по оправданию? Что это за музыка? Больше ни слова, твои постоянные оправдания взлят меня еще больше. И хватит стоять тут, как идиотка. Давай, двигайся, покорми кошку. Ты разве не видишь, как Лампи исхудал? Глупая девчонка! Что-то за музыка выла, чуть-чуть с него не выпал. О, все забрали. А что забрали-то? Лопату забрали. Отбойный молоток только зачем-то оставили. Что это слева от меня? Кажется, веселому цветку нравилась Лили. По крайней мере, она наклонялась к ней, когда она подходила. Так, к нему не подходим. Бери стулку Лили в руки. Мы будем обороняться. Что еще тут есть? Штырек. Мать-настоятельница, Игнац. Хватит бездельничать, покорми кота. Мать-настоятельница. Неужели так сложно понять? Покорми кошку. Сейчас, минутка. Что это за штырек? Я жду. Да не возьмем мы штырек. Она за мной смотрит. Да не хочу я за ней идти. Что еще тут у вас есть? О, кухонный лифт. У Лили было вообще понятие от того, как работал кухонный лифт. Ты достаешь еду и кладешь назад грязные тарелки, когда поешь. О, кошачий корм. В кухонном лифте неправда был корм. В этот раз она просто не могла ничего испортить. Так нас сожрут-то здесь. Посмотрите, что здесь стоит. Как я могу взять это? Я не пойду туда. Давайте пусть Лампи сам сходит за своим кормом. Лампи. Миска. Миска Лампи была красиво украшена. Наверное, жизнь питомца матери-настоятельницы была чудесна. Лампи, иди, еда там. Иди, Лампи. Так, ну что тут еще? Крючок, картина. Либо тут не хватало картины, либо было слишком много крючков. Этот шкаф не отодвигается. Блин, она за мной смотрит. Все равно придется это сделать. О, еще картина. Тут за нами будут следить. Наверное, настоятельница. Хотя, зачем ей в кабинете? Смотровая картина. Лампи. Лампи был голоден. Или устал. Или скучал. По нему всегда было сложно сказать, что с ним. Нет, картина и посмотреть, и нажать. Все одинаково активируется. А можно свалить отсюда? Ну ладно, я думаю, нас не съедят. Мы ничего не можем с ним сделать. Можем, конечно, его бабахнуть этим. Ну ладно, не будем. Он матери-настоятельница смотрит. Есть. Наверное, жизнь питомца матери-настоятельницы была чудесна. Я тоже так думаю. Ну ладно, давайте покормим. Раз меня не съели, так что-то я волнуюсь так сильно. Стой, что ты такое творишь? В смысле? Плохо, Лили, очень плохо. Ты должна знать, что Лампи не ест обычный кошачий корм. Откуда я должен знать? Но ты разочаровала меня в последний раз. Вот возьми рецепт правильного кошачьего корма. Замечательно. Отнеси его к поварихе Дорис. В нем точные инструкции по приготовлению еды для Лампи. Дорис найдет в нем и мой заказ на сегодняшний обед. Ты все поняла? А теперь убирайся. Я должна подготовиться к визиту доктора Марс. Марселя! Надеюсь, его новый метод коррекции характера избавит меня от таких неприятностей в будущем. Марсель! Доктор Марсель! Это ж прошлый доктор, наш главный злодей. От которого мы пытались убежать, помните? Лили очень расстроилась. Может, мать-настоятельница, правда, и эта коррекция характера все исправит. Лили передернула от этой мысли. Она слышала рассказы о докторе Марселе. Жуткие рассказы. Она сейчас же расскажет обо всем Эдне. Доктор Марсель, говоришь? Это подтверждает мои худшие подозрения. У нас с доктором есть старый счет. Уверен, он придет сюда из-за меня. Лили, я не могу тут больше оставаться. Я сбегу из школы и буду скрываться какое-то время. Но есть одно но. Этот парень Геррет, который вечно тут ошивается. Думаю, он шпионит для настоятельниц. Пока он сойдет сюда в свой нос, я не могу уйти незамеченной. Может, ты найдешь способ, как отличиваться от меня на время? Ух ты, Лили, ты просто чудо. Что бы я без тебя делала? Что, все? Это игра уже, да? А это что? Лили прочитает рецепт попор... А, рецепт для кошки. В конце концов, она ведь не будет готовить еду сама. Ей нужно просто отнести рецепт Дорис. Так, тут нет у нас квестов. Я так понимаю, что зачем делать, поэтому все нужно запоминать. Запоминать и все видеть. Даже самые мелкие мелочи. А еще шарики. Вышивка, а ну... У Лили не было талантов. Мать-настоятельница разрешала ей вышивать только крестики и линии. Но Лили даже не удавалось с трудом... Это удавалось с трудом, и все выходило не так. А это что? Лили не знала, что делать с этими красивыми новыми шариками. До этого момента она всегда играла с оторванными головами кукол. По крайней мере, они говорили с ней во время игр. Но у Лили, видите, тоже свои шарики. Как и у Эдны раньше были. Да, и остались, я думаю. И доктор Марсель снова едет в эту больницу, наверное... Ой, больницу. В эту школу. Видимо, узнал, что здесь есть кто-то похожий на Эдну, чтобы ее достать. Это можно взять? Нет, это нельзя взять. А это зачем? И шарики нельзя взять? Нет, шарики мы взяли. Ну, хоть шарики взяли. Это уже выход в школу. Я думаю, мы ее будем исследовать уже в следующей серии. Потому что тут надо все запоминать. И как бы не заканчивать серию оборванной. Иначе мы потом нифига не вспомним. Я помню это по первой игре. Здесь одна большая локация. И попробуй все запомнить, где ты что видел. Кто тебе что сказал. Здесь нет подсказок. Тут надо все в голове записывать. А, можно поговорить с Эдной. Ну как, есть прогресс? О! Доктор Марсел, тот самый. Тот самый. Вот же ж. Он возвращается. Ну что, все в сборе скоро будет. Только кролика пока нет. Кролика ждем. Но название он есть. Значит, будет. Не так громко. У доктора Марселя повсюду уши. Если прислушаться, можно услышать, как развиваются на ветру его ушные волосы. С этим типом шутки плохи. Но ты знаешь слухи. Так что, остерегайся его. Он злой. Эдна. Извини, что не могу помочь тебе. Я не могу рисковать, иначе доктор Марсель найдет меня. Ты знаешь, что о нем говорят. Все это правда. Кроме истории с орангутангом. Ее придумал и я. Гэррит. Круто. Значит, ты поработал над подражанием звуков животных. Расскажешь об этом позже, ладно? Сначала надо избавиться от Гэррита. Уверен, он шпионит для настоятельницы. В общем, понятно. Нам надавали задание. Из находок у нас какие-то шарики. Зачем-то отбойный молоток. И рецепт, который нужно отнести поварихе или кому-то. Буфетчице Дорис. Все. Больше нам делать нечего. По-моему, мы попали. Посмотрите на наше лицо. Мы немножко в шоке. И тем более еще и Марсель проезжает. Эдна тоже, по-моему, немного боится. Ладно, друзья. В следующей серии будем исследовать уже непосредственно школу. И пытаться ликвидировать Гэррита, который мешает Эдне сбежать с этой школы. Чтобы доктор Марсель ее не нашел. История закручивается. И это очень здорово, что все персонажи из первой части переходят во вторую часть игры. Я, честно говоря, думал, что Эдна вообще здесь только как воспоминание может какое-то будет. Или я думал, что это сестра ее. Оказалось все наоборот. Они лучшие подруги. И Эдна после тех страшных событий, больница оказалась в этой монастырской школе. И все еще пытается скрыться от доктора Марселя, который идет по ее следам. Ну, интересно. Посмотрим, что будет дальше. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвер Игровые Миры. До новых серий. Ведной Харви. Новый Гроза Харви. Пока.